чем необходимость вот сбоку делаем а это для стрельбы лежа чтобы он не мешал не упирался в землю а вот это выемка предохранитель да ты взводишь затвор цепляешь ее сюда также кстати такая же конструкция немецких пистолетов пулеметов мпш как один в один прежде всего самая известная его модификация немецкая это машина пистоли 3008 зачем это было нужно немцы под конец войны столкнулись дефицитом дешевого вооружения нужно было вооружать фолькс штурмы тоже для прежде всего для работы в городах на небольших площадях и они по сути его скопировали единственное отличие стена от мп-3008 что немцы все-таки приклад развернули привычно им к низу вот вся разница все остальное конструкция практически было идентично ну естественно по адаптировали под свои магазины потому что магазин от стены магазин от немецкого мп они не взаимозаменяемые прицельные приспособления простые диоптор мушка целиться из него точно практически невозможно пусть только приблизительно как-то по направлению да что-то стреляешь на вскидку по трубе целишься что-то используешь прицельные приспособления точность примерно одинаково крепление ремня вообще бестолковые проще некуда где-то здесь где-то болтается тут на каком-то крюке висит то есть максимально просто максимально дешевая конструкция но он эффективен несмотря на конечно как любой если сравнить какие-нибудь американским дорогущим пистолет-пулеметом томпсона вот он проще у него выше зазоры соответственно выше надежность меньше точность у томпсона тоньше зазоры технологичность то есть при любом попадании пыли грязью клинило выше точно за счет его массы за счет меньше отдачи и меньших соответственно люфтов тоже вся разница до точность стрельбы в принципе из них она одинаковая она небольшая прицельная дальность максимально эффективно это где-то 50 100 метров выше эффективно из него стрелять очередями все равно невозможно ни из того ни из другого